Перед тем, как побеседовать о наболевшем, мэры и местные жители поприветствовали героев. Весной они спасли рыбака, который тонул в море. За проявленное мужество благодарственными письмами главы Сочи и главы района были награждены сотрудники 21-й спасательной части, два железнодорожных обходчика, жители Лао и гость курорта. Грамоту и букет цветов в честь дня рождения получила и Валентина Кожемякина. Герой соцтруда живет в Барданной. Мне приятно вас сегодня поздравить с замечательным вашим днем рождения. Уж поистине, мои года, мое богатство. Спасного вас, жили, вас самолетово, жили долго, жили. После этого перешли к менее приятным, но необходимым вопросам. Местные жители пожаловались, зимой проблем с электричеством нет, а вот летом в розетке только 110 киловатт. Глава Сочи отметил, искать вредителей нужно среди соседей, особенно если дело касается улиц, которые ведут к пляжам. Все торговые объекты находятся во дворах ИЖС. Если вдруг появляется во дворе торговый объект и подключается к электроэнергии, то это уже не запланированное подключение, это уже не запланированное потребление. И ровно столько, сколько заберет эта точка, а я видел там стоят холодильники, подключается электроэнергия, то есть много забирают, естественно, ровно столько, сколько заберут эти торговые объекты, ровно столько не хватает обычным жителям. Это неправильно и незаконно. Более того, такие предприниматели нарушают и налоговое законодательство. Ведлорек размещается на участке по ДЖС, то есть частный дом. Налог за это небольшой, а пенсионеры в Сочи и вовсе от него освобождены. Если на земле ведут бизнес, необходимо менять назначение участка. Это и налоги другие, и тарифы. Поэтому на следующей неделе поселок обойдет межведомственная комиссия. В ее состав войдут представители Кубанинерго, Кубанинергосбыта, водоканала, полиции. Участки с нелегальным бизнесом будут отключены от электричества. Подключаться заново придется на законных основаниях. Также в среду Анатолий Пахомов запланировал совещание по этому вопросу с участием прокуратуры. Особое внимание уделили помощи малоимущим. Глава города отметил, из бюджета планируется выделить 300 миллионов рублей на поддержку одиноких пенсионеров. Список составят квартальные комитеты. Будут проверены все условия жизни. Программа поддержки включает в себя помощь продуктовыми наборами, ремонт жилья, помощь в лечении. Услышали жители еще одну хорошую новость. В ЛАО все-таки появятся надземные переходы. Тогда исчезнут и транспортные заторы. Анатолий Пахомов заверил, строительство гарантированно начнется в следующем году. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Смотрите, как он начнет работать. Хорошо. Другой вопрос.